Смех, песни и радостные крики. Мы услышали их уже подъезжая к детскому лагерю Надежда. Скоро ребята уйдут на обед, а пока все разбились на группу по интересам. Мальчишки увлеченно играют в футбол. Хоть и не евроигры, но страсти на поле кипят нешуточные. Юных футболистов с трудом удалось оторвать от любимого занятия. Ты с кем-то здесь уже подружился? Да, у меня очень много друзей. Соседи по комнате очень хорошие. Мы разговариваем с ними о чем-то очень интересном. А те, которые не в нашей комнате, ходим вот сюда и играем в футбол с ними. Футбол, походы на море, разные игры. В другом уютном уголке девчонки и мальчишки плетут браслеты. В них, сделанных собственноручно, ходят все обитатели лагеря. Один из волонтеров в этом году сам привез все расходные материалы. Совместная деятельность приносит радость и восторг. Особенно нравится это девчонкам. Хотя интересных занятий и без того немало. Играем в футбол, потом ходим на море, едим, спим. Просыпаемся, идем на зарядку, ходим на море, потом возвращаемся. И у нас идут игры по интересам. Каждый предлагается набор всяких интересных игр. И каждый идет, куда ему захочется. Все воспитанники лагеря – представители льготных категорий. Каждая смена всего по 10 дней. Но эмоции ребята увозят отсюда немало. За это лето отдохнуло где-то около 350 человек. Смена длится 10 дней. И сейчас, например, 74 человека у нас отдыхает. Где-то порядка 70 человек каждую смену. Пребывание в лагере круглосуточное. С ребятами занимаются как городские воспитатели, так и волонтеры из-за рубежа. Мария Стюарт приехала сюда из американского штата Колорадо. Узнала о лагере от своего брата. И уже второй год отправляется сюда сама. В прошлом году мой брат был здесь, который уже до этого несколько раз приезжал. И он все время рассказывал, как это замечательно быть здесь. В прошлом году я приехала со своей дочкой. И это было просто замечательное время. В этом году я привезла еще своего сына и его друга. По словам Марии, общение с детьми дает не только понимание того, что ты выполняешь важную работу. Это позволяет и самому стать хоть на какое-то время вновь ребенком. В общем-то здесь проводим с детьми весело время, любим их, пытаемся быть детьми сами. Кроме Марии, тут немало иностранцев. В данной смене это граждане Швеции, США и Великобритании. В целом, в Керчи в этом году сезон детского отдыха и оздоровления прошел очень успешно. У города лучшие показатели по Крыму. Об этом недавно доложили на ведомственном селекторном совещании. Практически вся оздоровительная кампания близится к концу. В летний сезон 2012 года в нашем городе функционировало 30 оздоровительных учреждений, в том числе и учреждений отдыха. Из них удалось на данный момент уже оздоровить практически 80% детей школьного возраста. Это лагеря у нас и которые относящиеся к городскому бюджету, и за внебюджетные средства, а также ведомственные за счет средств предприятия. На данный момент по линии бюджетных лагерей, по линии управления образования уже освоено 1,232,000 гривен из 1,570,000 гривен на всю оздоровительную кампанию 2012 года.